Одной из самых выразительных частей православного храма над главным и надкупольным крестам посвящена выставка фотографий под названием «Путями царского богомолия». Она разместилась в выставочном центре Московской библиотеки иностранной литературы и проходит в рамках празднования тысячелетия представления святого равноапостольного великого князя Владимира. Храмы над главной кресты, которых увенчаны коронами, именно к ним в первую очередь обращается автор фото-выставки. Корона, по словам Сергея Степанова, это знак, которым отмечается отношение царственных особ к строительству этих храмов, их попечительству и посещению. Автор представленных на выставке фотографий в течение многих лет ведет масштабную исследовательскую работу в этом направлении. Сегодня в нашей антологии уже 360 храмов. Это очень интересно. Это дает возможность познавать и нашу страну географически, и в первую очередь исторически. Связь с историческими корнями – это великое дело. Крест – одна из самых выразительных частей православного храма. Большинство из них – уникальные предметы, шедевры декоративно-прикладного искусства, существующие в единственном роде. По мнению автора фото-выставки, надкупольные кресты сегодня нуждаются в изучении. Это интересный процесс благодаря эстетическим качествам предмета, глубокой символической нагруженности, которая скрывается в живописных переплетениях и узорах. Частый вопрос – а что за полумесяц на кресте? Ой, это мы кого-то победили, это мы кого-то, так сказать, напрягли. Ничего подобного. Это якорь спасения, если внимательно посмотреть. Посмотрите, какой ажурности крест. Да, здесь и виноградная лоза – это символ жизни. Здесь и вот та самая корона, и ажурность. Сердце радуется, когда видишь первозданное. И, конечно, хотелось бы, чтобы число реставраторов современных полнилось и полнилось на том, чтобы изучалась вот эта история. На фотографиях, представленных на выставке, запечатлены памятники разных эпох и стилей. Подготовлены наглядные визуальные и текстовое сопровождение, что позволяет по-новому взглянуть на известные архитектурные памятники, во всех подробностях разглядеть искусно сделанные кресты и по достоинству их оценить. Эта выставка уникальна тем, что она предоставляет возможность посетителям посмотреть на вещи, на предметы, на которые мы не обращаем внимания часто. То есть это надглавные кресты. И эти фотографии Сергея Степанова предоставляют возможность разглядеть все эти мельчайшие детали, проработки, все эти рюшечки. И не просто рюшечки, а символы. Раньше, на самом деле, никогда не замечаешь, что там высоко вверху находятся на вершинах крестов. И очень интересно ходить и рассматривать все эти фотографии, ажурные детали, металлические конструкции, которые вообще должны быть очень тяжелыми, но производят очень такое легкое впечатление. И на фоне, как правило, голубого неба все это создает очень такое позитивное, яркое настроение. И плюс еще рассматриваешь детали церквей, на которых все эти сооружения находятся. Яркими фотографиями представлены маршруты русских государей. Храм в честь Пресвятой Богородицы в селе Игнатьево в Владимирской области был построен по велению царя Федора Иоанновича, что и послужило причиной водружения короны над купольный крест. Купольный крест храма Иоанна Богослова в селе Слотино в Подмосковье повелела увенчать корону Екатерина II, тем самым придав ему статус царской церкви. Знакомство с забытыми историческими материалами на примере церковной символики, их изучение способствует восстановлению незримых нитей, которые соединяют с прошлым и связывают поколения.